Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, я вытаскиваю из своей духовки вот такой замечательный пирог, как вы видите, он у меня вот с творогом. Да, это не совсем еще постное, что называется, но пока мы именно на молочку пост не ставили. Итак, это будет в самую последнюю неделю. Итак, у меня творожный пирог. По рецепту моей мамы как-то у меня было видео, и там она диктовала, что идет в тесто. Там все есть. Сюда, кстати, много идет сахара, поэтому это не совсем здоровый пирог, но мы его облагородили творогом, много туда творога положила. И сейчас, раньше спичкой, сейчас зубочисткой проверю. Так. По-моему, замечательно, все прекрасно. Такой он поднялся, красивый есть, хороший. Ну, правильно, почти 10 яиц ушло. Так, хоп, 10 яиц, 2 стакана сахара, 2 больших, скажем, бокала, 2 кружки просеянной муки. Но мука у меня не простая, муку я делаю тоже сама. Так, и теперь, вот он, дорогие мои, творожок. Это источник витаминов группы В. Теперь из здорового белка, козий, кстати, творог-то козий, чтобы вы знали, это козий творог. И кальций, магний, калий, фосфор, все там есть. И даже цинк. Поэтому. Теперь нездоровый продукт. Беру сахар, сахарную пудру надо. И вот здесь вот у меня всегда есть грецкие орехи. Вот они, мои грецкие орехи. Я их тоже сюда же вместе с сахаром сейчас еще одну щепотку. Потому что хоть как-то облагородить сахар. Ну, мальчишки попросили сладенькое. Ну, а что вот вы посоветуете? Сникерсы не разрешаю. Ничего не разрешаю. Вот такие творожные пироги. То, что надо. Так, сейчас, извините, секунду. Немножко пожужжать надо. Чуть-чуть. Значит, важная характеристика творога, это то, что высокое содержание белка. А вы знаете, что каждая ткань и клетка всего нашего организма содержит что? Протеины. Правильно. А протеины же надо чем-то, так, где ложечка, чем-то, нужно же клеточку чем-то питать, да? Она должна производить протеиновые молекулы. И вот в твороге содержатся аминокислоты. И они помогают телу производить вот тот самый белок. Поэтому мы и говорим, белок, вот эти именно аминокислоты. Поэтому, да, это не совсем здоровый пирог, судя по тому. А что-то мне не нравится, как орешки. Нет, вы знаете, плохо орехи перемололись. Сейчас я еще, немножко еще надо. И будет, знаете, такое, как коричневый сахарок. Потому что орехи будут придавать такой коричневатый цвет. Сейчас скажет, с одного на другое прыгает. Нет, я вот про аминокислоты, которые есть тут. Которые именно они помогают организму. Именно они незаменимый источник полноценного белка. То есть аминокислот. Вот это творог. Вот это и нужно организму. Они не могут сами вырабатываться. Не могут. Я уже про это когда-то рассказывала, но и повторяю. Не могут. Надо помогать. А чтобы помогать, надо не лениться. Находить ту самую женщину, ту самую леди возраста, респектабельного. И становиться ее инвестором. Говорить. Вот вам, пожалуйста, денежка. Это благословление вашим козочкам. И я буду у вас постоянным клиентом. Дайте мне ваш телефон. Я вам буду заказывать. И в этот день приходите брать его. Вот так. И ей хорошо, и вам хорошо. Творог будете кушать, у вас будет снижен риск диабета второго типа. Это источник здоровых жирных кислот. Вообще молочные продукты. Я удивляюсь, как люди ведутся. Ну, коровье я еще как-то, ну, не очень воспринимаю. А вот козе меня научили, рассказали, показали и все. Так, ну что? Вот что-то у нас получается. Вот так. Я прям вот тут. Я не вытаскиваю. Я потом разделю и все. Сейчас оно пропитается сверху. Ну и все. Ничего такого особенного нет. Сейчас слегка остынет. Порежем, посмотрим, что там. Все, ну так поднялся красиво. Такой пирог красивенький получился. Так. Давайте нож. Давайте посмотрим. Не знаю, он еще горячий. Горячий резать нельзя. Горячий-то резать нельзя, девчата. Что ж вы меня заставляете? А? Но все-таки. Но немножко, ладно. Давайте. Потому что все спешат куда-то. Я никуда не спешу. Никуда. Я спешу нормально жить. А если ты бежишь куда-то... Оп, 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 оп. Как одна женщина написала. Ой, как же вы не боитесь там вирусом заболеть или еще что-то. Что значит не боюсь? Я не боюсь. Я все в руки Божьей отдаю. На все воля Божья. Я предостерегаюсь. И предостерегаю своих родных и близких. Настолько, насколько могу. Понимаете? А как там они уже себе будут, это уже за ними. Насколько послушные они, да? Мудрые они. Вот. Я вообще не знаю, сколько мне Богом уготовлено. Кто знает? Кто знает? Я ж не знаю. Завтра мы с вами встретимся или нет. Но сегодня я должна же вам эту красоту показать. Вы посмотрите. Вы только взгляните. Смотрите. Это творожный. Вот такой вот творожный тортик. Прямо просто тортик. Боже. Какая это красота. Красота. Да. Спасибо моей мамочке. Она говорит еще, раздели на 2-3 части. Потому что он высокий. Она мне так говорит. И посередине ее крем. У нее есть заварной шикарный крем на молоке. И вот она еще кремом прокремивает. Потом она второй такой же корж делает. Он только с какао. И получается он шоколадный. И потом получается 4 слоя. Да. Если вот этот на 2 раза. И тот на 2 раза. И прокремиваем. Оставляем. Много-много орехов кладет грецких. Очень много-много. У мамы прям орехи все. Прямо тортики все. С орешками. Вот так. А у меня здесь еще изюм. Кстати. Вот. Видите он уже так вот растаял. Изюмчик. Вот изюм. Вот изюм. Вот изюм. Вот изюм. У меня же еще он с изюмом весь. Да. Красота необыкновенная. Какая же ж молодец. Кэтрин Докс. Какая ты умничка. Ой. Слава тебе Господи. Да. Вот это будет у нас с моим травяным чаем. Ужин. Я совсем маленький кусочек съем. Пацаны может быть немного побольше. Но. Почему на ужин? Почему на 6 часов? Потому что. Вот это то самое время. Когда кальций усваивается. Правильно. Именно 5-6 часов вечера. Все. Это тогда, когда надо кушать продукты молочные. Нет. Конечно, утром можно натощак йогурт выпить. Козий. С ягодами. С ягодами. Конечно, это замечательно. Прекрасно. Но. Кальций хорошо усваивается именно в 5-6 часов вечера. Именно вечером. Я рассказывала про это. У меня есть специальное видео. Ну. Подсказка. Если кто-то только что подсоединился к нам. Кто только что зашел, заглянул на наш канал и решил прослушать. Вот эта информация не помешает. Ну. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.